Какие вопросы могут возникать в ходе обсуждения проекта? Какие данные нужны для расчета освещенности? Для расчета освещенности необходимо предоставить следующие данные. Во-первых, это габариты самого помещения. То есть, если у вас какое-то простое здание, либо отдельный просто склад, цех, который имеет прямоугольную квадратную форму, необходима только длина, ширина и высота этого помещения. Если мы говорим про какие-то глобальные сложные расчеты, подразумевающие под собой расчет полностью офисного центра, магазина, производства, где довольно много коридоров, цехов, офисных помещений и так далее, то желательно предоставлять все планы для расчета в формате чертежа, то есть, ДВГ-файл для того, чтобы это все можно было подготовить быстрее. Расчеты таких помещений возможны и по сканированным чертежам, если у вас довольно старое здание. Но единственное, что это будет занимать несколько больше времени по сравнению с предоставлением в электронном виде чертежей. Кроме того, необходимо указывать такую дополнительную информацию для расчета. Это как монтажная высота светильников, то есть, на какой высоте они будут монтироваться, планируется этот монтаж. Это конструкция потолков для того, чтобы определить, каким образом будут монтироваться светильники и какие лучше светильники подобрать. А также необходимо указывать свои пожелания по освещенности, то есть, соответственно, либо вы сами определяете нормативы, по которым мы будем подготавливать расчеты, либо эти нормативы должны определить мы на основании СНИПов, СП и так далее. Но в таком случае необходимо отдельно указывать назначение каждого из помещений, которые есть на вашем плане. Если у вас отсутствуют чертежи в электронном виде, у вас, допустим, старое здание, есть только чертежи на бумаге, вы можете их отсканировать и переслать также сканы. Единственное, что при расчете это займет несколько больше времени, но и надо учитывать, чтобы в этих чертежах присутствовали габариты, то есть, размеры стен, потолков и так далее. Все ли светильники, которые вы заложили в проект, есть в наличии? Первоначально при подготовке проекта освещенности инженер учитывает те остатки, которые на данный момент присутствуют на складе. Но здесь надо понимать, что если у вас какое-то небольшое помещение, куда требуется до 100-150 светильников, не более того, то, скорее всего, данная позиция есть в свободном остатке на складе, так как минимальные остатки мы стараемся поддерживать. Если мы говорим про какие-то глобальные проекты, где много позиций, большое количество, то есть, это производственные цеха, это освещение улиц, дорог и так далее, то в большинстве случаев данные проекты идут под производство самих светильников. Если мы говорим про подготовку крупных масштабных проектов, то есть, это освещение целого производства, это освещение улиц, дорог и так далее, то есть, там, где присутствует большое количество номенклатур светильников, там, где большие объемы требуемые для поставки, то, естественно, такие проекты идут именно под производство. Проверяются ли расчеты на соответствие нормативам? Все проекты освещенности, которые подготавливаются в нашей компании для клиента, первоначально учитывают в себе СП или СНИПы или иные ГОСТы, которые подготовлены, согласованы к государству. В исключительных случаях, если сам клиент требует сделать расчет освещенности на основании именно своих пожеланий, своих показателей, это может быть подготовлено, и при этом, в случае, если сам клиент просит сделать освещенность ниже, чем ПСП, ну, возможно, он этого просто не знает, наши инженеры обязательно повестят его об этом, для того, чтобы в дальнейшем при сдаче объекта, при прохождении каких-то приемок, у него не возникало проблем. В каком формате предоставляется готовый проект? Проект предоставляется в виде отчета в формате PDF, который формируется в программе Dialux, собственно, в которой и рассчитывается освещенность на объекте. В нем указаны такие параметры, как характеристики светильника, то есть это его кривая сила света, номенклатура, его мощность, световой поток. Кроме того, указано количество светильников, которые в этот проект предоставляются. Также прописывается освещенность, которая получается у нас в итоге, то есть средняя освещенность, также показатели минимальной, максимальной освещенности и, собственно, равномерность освещенности на объекте. Кроме того, есть выгрузки с визуализацией данного объекта в 3D, то есть для того, чтобы более-менее понимать, как это будет выглядеть внешне, во-первых. А во-вторых, это вторая визуализация, которая идет с фиктивными цветами. То есть это именно зрительное пояснение того, как будет распределяться свет, световой поток именно на объекте, куда ставятся светильники. Сколько стоит проект? Все проекты освещенности, которые принимают в расчет наши инженеры, предоставляются для вас абсолютно бесплатно.